Они родились в один день. Одна немного толще и выше, хотя на глаз это сложно определить. У них разные музыкальные вкусы. Кто-то отдает предпочтение кантри, кто-то року. Но вот в путешествия они отправились вместе. Две индюшки, которых выбрали для традиционной церемонии помилования в Белом доме, еще на выходных прибыли в Вашингтон. Поселили их в элитном отеле. Уверен, им комфортно спалось в нашем отеле. Наш персонал сделал все возможное для них, включая и утренние процедуры. Средняя цена за номер здесь около тысячи долларов в Белый дом по соседству. Поэтому неудивительно, что птицы довольны. Они родом из западной Миннесоты, которая является самым передовым штатом по выращиванию индеек. Птички вытянули лотерейный билет благодаря своему характеру, эффектной внешности и отсутствию страха перед публикой. Одна из этих индеек станет символом этого Дня Благодарения. Другая – ее вторым пилотом. Они символизируют традиции праздника. Имена предлагали люди со всего мира. И мы счастливы представить вам индейку Вишбон и индейку Драмстик. В Твиттере Белого дома с самого утра началось голосование, какую из индеек Дональд Трамп должен помиловать. На деле же обычно президент оставляет в живых обе птицы. Для них уже подобрали новый дом. В Вирджинском технологическом университете есть специальный комплекс под названием «Отдых для индейок», в котором уже живут прошлогодние счастливицы. Татар и Тот. Традиция дарить индейку президенту началась в 1947 году, когда птицу к столу получил Гарри Трумэн. Впервые оставил птичку в живых Джон Кеннеди со словами «Нет, я помилую эту индейку, пусть растет дальше». «Мы знаем, что Джон Кеннеди определенно начал эту традицию, и с тех пор президенты, пусть не регулярно, но следовали ей». Церемония помилования стала традицией с легкой руки Джорджа Буша-старшего. В 1989 году он помиловал обеих птиц, и с тех пор его примеру следуют все президенты. Леся Бакалец, Андрей Дегсарев, Настоящее время, Америка, Вашингтон.